украинские националисты в кавычках сделали все чтобы разрушить мариуполь украинских украинские националисты сделали все чтобы разрушить мариуполь есть ложь если омерзительная ложь. Есть гнилая ложь. Есть супер мерзкая ложь. Есть чудовищно мерзкая ложь. Есть российская пропаганда. Вот сами посудите, что такое российская пропаганда. Украинские националисты разрушили Мариуполь. Это говорят в 21 веке, в век информационных технологий, когда весь мир в режиме реального время все это видит. Режим реального время все это видит. И после этого я сижу и думаю, как можно в свое время, в детстве, я удивлялся, как Адольфу Елезовичу Гитлеру, как, скажем, Герману Геннингу, как Эзефу Геббельсу, как им удалось столько миллионов немцев одурить, все эти ненависть, до такой степени ненависть, чтобы они вот евреи вот так уничтожали, славян так уничтожали. Я вот сидел, я здесь не мог понять, как можно целый народ, миллион людей вот так зомбировать. Я находил в себе ответ. Думал, ну, наверное, тогда, ну, не, все-таки, наверное, это информационные потоки, возможность получить информацию. Все это было, значит, под полным контролем, там, правительства, там, Третьего Рейха. Только на это, наверное, за счет этого удавалось давать только ту информацию, то есть у летового, я думаю, ну, рядового гражданин, этого немца, наверное, не было возможности из других источников получить информацию. Наверное, они были в информационной знакоме, в информационной блокаде, и поэтому из-за того, что они из одного источника получали информацию, они озлобили, стали вот такими жестокими. Господи, Российская Федерация, многомиллионная страна, сам, наверное, с точки зрения территория самая большая страна, столько миллионов человек, людей находится, я знаю украинцев, которые говорят, мы связываемся с нашими родственниками, Россия, ну, которые живут в Российской Федерации, мы им объясняем, что нас здесь, вооруженные Российской Федерации, уничтожают, а они им оттуда говорят, нет, это нацисты вас уничтожают, русские пришли вас спасать. Я вот сижу и думаю, ладно, в 21-м мире интернет, мир информационных технологий, один только смартфон, и ты в центре-эпицентре событий, если у тебя есть смартфон и интернет, всё, ты в эпицентре событий. И в такой ситуации я не могу понять, для меня это шок, для меня это шок на всю жизнь, как в такой обстановке можно быть таким зомбированным. Вы хоть понимаете, что те люди, которые вот сели такое количество ненависти в адрес украинцев, Скобеева, Попов, какие-то там Шейнин Артём, клоун этот, Владимир Адольфович Соловьёв, Виталий Константинович Киселёв, даже Маргарита Симоньян. Вы хоть понимаете, что все эти люди, в принципе, хуже, нежели Йозеф Геббельс. Знаете, почему? Йозеф Геббельс против кого настраивал немцев, не против родного народа. Я поклоняюсь перед жертвами Холокоса под еврейским народом и разделяю боль еврейского народа. То, что они прошли, я еще раз поклоняю мой низкий поклон, я разделяю всю боль, которую евреи пережили. Еврейский народ пришлось пережить, но евреи, немцам, не братья. Понимаете? Поэтому, если взять на весы и, так сказать, поставить на, так сказать, весы, Геббельс хуже или вот это Симоньян, Скобеева и все такое прочее, да? Конечно, все вот они будут, российская пропаганда. Знаете, почему? Потому что Йозеф Геббельс не против немецко-говорящего народа настраивал, не против однокровных немцев, он немцев не против австрийцев настраивал, немцев не против австрийцев настраивал, он немцев не против других немецко-говорящих народов настраивал, не против братских народов. Хотя чудовищно, потому что все люди равны и это преступление, Пускай не против братского народа Это одинаковое преступление Против еврейского народа Это одинаковое преступление Но если сравнить с российскими пропагандистами То российские пропагандисты хуже Потому что они настроили россиян Русских людей Против братских украинцев Против тех украинцев С культурной точки зрения Один народ С кинетической точки зрения Чушь несет Украинцы готовились создать Летучие мыши, которые должны были Этнических русских уничтожить Я вот думаю, человек Из какой психушки Вы вообще выпустили Я сидя в Ереване, я знаю, что Украинцы и русские, это один народ Интересно, эти летучие мыши Как славян, украинцев и славян русских Отличали, по каким таким признакам Может быть На россиян буква Z была Вот по этим признакам должны были эти летучие мыши Отличить россиян и атаковать Только россиян русских Что думаете вы? Пишите в комментариях Спасибо за просмотр До новых встреч Спасибо за просмотр Поставьте лайк И если вы не подписаны на наш канал То подпишитесь